МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире события дня. Меня зовут Ангелина Рязанцева. И прямо сейчас мы готовы поделиться самыми актуальными новостями из жизни региона. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Курянин Виктор Кондратьев завоевал серебро чемпионата России по тяжелой атлетике. Со спортсменом встретился Станислав Костиков. Крупнейшая битва военных машин. 12 июля, в день начала боев под Прохоровкой, вспоминают одно из самых масштабных танковых сражений. Торжественные мероприятия состоялись в Белгородской области. Наша съемочная группа побывала на месте событий. Грандиозная танковая баталия. 79 лет назад началось крупнейшее сражение на Прохоровском поле, где сошлись более тысячи бронированных машин. Это сражение стало одним из главных эпизодов Курской битвы. Советским солдатам удалось остановить наступление противника и разгромить ударную гитлеровскую группировку. Это был переломный момент войны. 79 лет назад, только выстояв в ожесточенных боях и обломав зубы фашистам, в полырях и здесь, на Прохоровском поле, вписалась судьба человечества. Потому что только после победы в Курской битве советские войска вели наступательные бои. Здесь начиналась Великая Победа. Героев тех дней вспоминают сегодня. Торжественные мероприятия прошли в Белгородской области. На Прохоровском поле состоялась церемония возложения цветов и венков к звоннице, которая возвышается надратным местом. Участие в ней приняли губернаторы приграничных регионов, ветераны, представители правоохранительных структур, школьники и жители области. Почтить память погибших однополчан приехала Мария Дмитриевна Рохлина. Прохоровку она прошла в составе 287-го гвардейского стрелкового полка 95-й гвардейской стрелковой дивизии в должности санинструктора. Была у меня повозка, и я отправляла, собирала тяжелораненых и отправляла их в медсанбад. Высота 226,6 поле Шпетного теперь. Советую поехать на поле Шпетного, посмотреть и сфотографировать, там есть что. Со значимой датой гостей праздничного мероприятия поздравил народный артист РСФСР Лев Лещенко. Моя родная, родная земля, Полуны и районы, леса и хоря, Ты доброй судьбою на счастье дала, Одна ты на свете и в сердце одна. Кристина Горлатых, Антон Латышев. События дня. О событиях, изменивших ход Великой Отечественной войны, вспоминали и на мемориальном комплексе «Поклонная высота 269». В торжественной обстановке в ряды юнормейцев приняли учеников Фатежской школы номер 2. А на концерте выступила народная артистка России Надежда Крыгина. Героям Курской огненной дуги Цены нет выше и цены нет больше За нашу жизнь отдали жизнь они Их подвиг не забыт. Он навсегда останется в сердцах потомков. Ежегодно 12 июля на мемориальном комплексе «Поклонная высота 269» проходит торжественный митинг. 79 лет назад на этих холмах прошло кровавое и жестокое сражение, изменившее судьбу народов и ход войны. Только здесь было сосредоточено 12 немецких дивизий. Шесть из них танковые. Всего на северном фасе фашистских дивизий было более 50 миллионов человек солдат. Только здесь погибло наших бойцов более 40 тысяч. 34 из них достойны звания Героя Советского Союза. 29 из них – молодые ребята. На момент совершения подвига им не было и 30. Это были молодые люди. Это были, что называется, плоть от плоти, кровь от крови. Дети вот того поколения, которое за 20 лет до того прошло сначала Первую мировую войну, а потом и Гражданскую войну. И вот эти дети фронтовиков во многом, фронтовиков Первой мировой войны, они добыли победу в мировой войне уже Второй. Когда наши воины, выдержав натиск германских войск, пошли в наступление 12 июля в сторону Орла. А Пятого, вы знаете, Августа Орел и Белгород были освобождены. В память о страшных событиях на мемориальном комплексе прошла архиерейская служба и возложение венков и цветов к поклонному кресту. О подвигах своих предков не забывают и новоиспеченные юноармейцы. Проводим для себя уроки истории, вспоминаем исторические события, которые происходили. Также мы проводим военно-патриотические мероприятия в нашем городе, помогаем ДК нашему, выступаем очень часто. Также какие-то спортивные мероприятия проводим, например, стрельбу. На торжественном митинге ребятам вручили их первые юноармейские значки. Диана Горяйнова, Максим Леонов. События дня. Первый случай оспы обезьян зафиксировали в России. Ей заболел молодой человек, который недавно вернулся из Европы. На сегодняшний день зафиксировано более 3000 случаев заболевания в 58 странах. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян пандемией. Не отступает и коронавирус. Осенью специалисты ожидают рост заболеваемости и, безусловно, готовятся к этому. Сейчас обстановка в области стабильная. В день фиксируется 25-30 случаев заболевания ковида. Это самые низкие показатели с начала пандемии. Однако уже в сентябре врачи прогнозируют новую вспышку. Вакцинация от ковид-19 – лучший способ обезопасить себя и своих близких. Сейчас самое благоприятное время для того, чтобы подготовиться к возможной подъему, к возможной новой волне. Когда вирус циркулирует минимально, когда минимальный риск распространения инфекции, в этот период наиболее благоприятно сделать вакцину. В Курск скоро поступит назальная вакцина. От коронавируса заказали около 100 тысяч специальных насадок. Сейчас на территории области доступна только двухкомпонентная инъекция «Спутник Ви». Пройти вакцинацию можно в поликлиниках или в торгово-развлекательном центре «Мегагрин». По мере необходимости будут открываться и другие пункты вакцинации. От 10 до 20 тысяч рублей придется заплатить за шашлык в лесу в условиях особого противопожарного режима. Разжечь костер незамеченным вряд ли получится. Леса инспектируют мотопатрули МЧС. Очередной рейд прошел в урочище Солянка. В полной экипировке, как герои вселенной Марвел, они устремляются туда, где может возникнуть потенциальный пожар. Для квадроцикла и мотоцикла узкие лесные тропы – не препятствие. Кстати, это не просто средство передвижения. Техника оснащена ранцевыми установками для тушения. В предыдущие годы были такие случаи. Мы обнаружили загорание и ликвидировали даже своими силами. Но благодаря профилактической работе, и граждане уже знают, что мы находимся постоянно здесь, в этом году подобных случаев не было. 90% лесных пожаров происходит по вине человека. Беседами и памятками спасатели пытаются исключить этот фактор. Злостных нарушителей наказывают рублем. Особый противопожарный режим в регионе ввели 29 июня. За это время к ответственности уже привлекли несколько нарушителей. Кристина Леонова при содействии Пресс-службы Главного управления МЧС России по Курск области. События дня. В городских парках теперь можно будет эстетично перекусить. Из Санкт-Петербурга в областной центр доставили 4 фут-трака. Уютные кухни на колесах брондируют курской символикой и установят в общественных местах. Один из фургончиков стоимостью более миллиона рублей планируют установить в новом сквере «Молодежный» на проспекте Клыково. В мобильном ресторане есть все условия для приготовления вкусного фастфуда. Мы вас приглашаем первыми посмотреть изнутри, как выглядят фут-траки. Еще ни одна нога предпринимателя не вступала туда. Пойдемте посмотрим. Действительно сертифицированное оборудование, вытяжки, вода, где можно помыть руки. Можно поставить холодильное оборудование и оборудование для производственных нужд. Фут-траки передадут в аренду предпринимателям. Пока все в защитной заводской пленке. Прорабатывается меню и места установки. Кухни на колесах начнут работу в ближайшее время. Их планируют также привлекать на ярмарки и другие массовые мероприятия. О происшествиях пресекли попытку сбыта крупной партии героина. В Курской области полицейские задержали группу наркозакладчиков. Четверо злоумышленников из ближнего зарубежья приехали в наш регион целенаправленно. Они хотели наводнить Железногорск запрещенными веществами. Известно, за что вас задержали сегодня. Да. За что? За наркотик. Южане должны были забрать оптовую партию наркотиков и расфасовать ее на разовые порции для продажи. В Железногорске они арендовали жилье. Хозяину квартиры представились строителями. Вы вместе осуществляли незаконную деятельность? Да. Да. Молодые люди не проработали и месяца. Злоумышленников задержали с поличным. При досмотре у них изъяли 49 свертков с наркотиками общим весом около 100 граммов. Вещество, посмотрите, бежевого цвета, комкообразное. Данное наркотическое средство называется героин. Предложение о незаконном заработке поступило гостям региона от земляка. Они собирались вернуться домой с кучей денег. Не вышло. Вы ранее в средствах массовой информации в интернете видели, как задерживают наркотиков? Нет. А понимали ли, что вы будете задержаны? Да. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. На время следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им грозит наказание до 20 лет лишения свободы. Изъятые вещества в дальнейшем по решению суда будут уничтожены. Станислав Костиков при содействии пресс-службы ОМВД России по Курской области События дня. Выступил мощно и уверенно. Курянин Виктор Кондратьев завоевал серебро чемпионат России по тяжелой атлетике. Турнир проходил в Хабаровске. За победу в нем боролись более 200 сильнейших спортсменов со всей страны. Запредельное напряжение, а затем адреналиновый взрыв и выплеск ярких эмоций. Новый вес покорен. Лучшая попытка Виктора Кондратьева в рывке – 164 килограмма. Чтобы блистать в этом виде спорта, одной физической мощи недостаточно. Важнейшая составляющая успеха – психологический настрой, говорит Курянин. В момент до соревнований, вообще не думать о соревнованиях, а вот именно когда выходишь уже на помост, вот там концентрироваться, на разминке, в зале разминки концентрироваться. А когда на сборе, вообще лучше не думать об этом. Когда думаешь о соревнованиях, перегорает спортсмен и плохо выступает. Результат в толчке – 201 килограмм. Курянин покорил вес, который более чем в два раза превышает его собственный. По сумме двоеборья Виктор поднял 365 килограммов. Этот результат стал серебряным. Медаль чемпионата страны отправляется в Курск. С точки зрения результата, хотелось бы, чтобы спортсмен осознал, что ему по плечу большие килограммы. И хочется надеяться, что он будет двигаться к этим результатам. Но много работы для этого необходимо проделать. Прежде всего, психологическая. Нужно еще чуть-чуть поработать, и можно уже выходить на какой-то другой уровень, побеждать чемпиона России. И уже, дай бог, все будет нормально у нас в мире, выезжать уже на международные турниры. А пока Курянин готовится к следующим всероссийским соревнованиям. Они пройдут в конце августа. Станислав Костиков, Сергей Малеев, Максим Леонов. События дня. Камчатский краб, моллюски и некоторые виды рыб. Куряне могут ближе познакомиться с жителями подводного царства прямо в центре города. В областном кровеческом музее открылась мини-выставка «Морской калейдоскоп». Всего на выставке представлено около 40 экспонатов. Акцент на видовом разнообразии и размере представленных морских обитателей. Один из самых крупных экземпляров – хорония тритон. Это хищный представитель. Длина раковины достигает до 60 сантиметров. Слюна этого моллюска содержит кислоты, которые разрушают защитные покровы и жертвы, и приводят их в оцепенение. Некоторые экспонаты уже были представлены в Краевеческом музее. Например, моллюск пина. Размеры достигают раковины около 30 сантиметров. Интересно то, что вырабатывается вещество бисус. Это такие шелковые нити, тоненькие нити, очень эластичные, прочные. И издавна пину добывали как раз для изготовления ткани, очень интересной, легкой ткани, весон. Для сохранения экспонатов музеи поддерживают необходимые условия – температуру и уровень влажности. Убедиться в этом и познакомиться с другими уникальными жителями подводного царства можно до 31 июля. Дарья Бартенева, Антон Латышев, События дня. Губернаторский камерный оркестр продолжает музыкально-просветительский проект «Классика русской глубинки». Очередной концерт прошел в Абаянском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Звучали шедевры классики, арии из опер и музыка из фильмов. Реакция публики – искренние аплодисменты, улыбки и даже слезы. История любви. Оточенная смычком мелодия. По-снайперски, прямо в сердце. А ведь несколько месяцев назад Людмила Крылова слышала лишь звуки сирены и рвущихся снарядов. Женщина живет здесь с мая. Бежала с мужем из родного Мариуполя. Из одного города в другой. В Таганроге мужчина скончался. Урну с прахом любимого супруга. Женщина привезла на его родину. В Курскую область. Здесь и осталась сама. Прекрасно живется. Я уже говорила всем. Встретили нас хорошо. Прекрасное питание. После того ужаса, который мы там два месяца в подвалах жили в холоде. Хороший коллектив. Отношения к нам хорошие. Ну, в общем, пока желать луизиться, чтобы скорее закончилось. Потому что дети по всей Европе. Сегодня в Абаянском доме-интернате живет 219 человек. У каждого своя непростая история. Оказалось, не нужно. Дочь у меня есть, а она оказалась не нужной. Живется отлично. Лучше не бывает. Я рада. Вестами, я рада. Накормленные. Вымытые. Ухоженные. Люди такие хорошие. Очень хорошие люди. Как они заботятся о нас. В Абаянском интернате концерты проходят ежемесячно. Как правило, силами района. Живая музыка от губернаторского оркестра звучит здесь уже во второй раз. Нам очень приятно. И наши проживающие с большим энтузиазмом ждали этой встречи. Потому что услышать и увидеть живую артистов такого уровня для нас – это очень большая честь. Проект «Классика русской глубинки» появился благодаря гранту Российского фонда культуры и благотворительному фонду Сергея Проскурина. Столица или провинция, музыканты уверяют, ко всем выступлениям готовятся одинаково ответственно. Не во всех городах маленьких можно услышать живой оркестр симфонический или камерный оркестр. И мы иногда встречаем публику, которая говорит, что мы впервые вообще на концерте живой музыки. И мы получаем громадное удовольствие, понимая, что действительно мы делаем что-то очень важное и для себя, и для тех людей, которые впервые бывают на наших концертах. До ноября оркестр должен дать 21 концерт в районах области. Но музыканты уже перевыполняют план. Юлия Матвеева, Геннадий Воробьев. События дня. А на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Узнать главные новости региона вы сможете на сайте seim.info.ru и в наших социальных сетях. Их адреса на ваших экранах. Всего вам доброго. Берегите себя. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»